Сегодня у нас 21 сентября 2018 года. Лето закончилось. Закончился летний сын, начинается осенний. Очередной выезд у нас в Выборг, Выборгский залив, Соколинская. Едем на остров Горелый, ребята уже там, уже рыбачат. А я часам к 8 приеду, будет уже темно, попробую что-нибудь поснимать. В общем, там уже был зимой, в феврале мы туда ездили с ребятами, как раз первый раз я в Камаке заночевал в зимнее время, минус 10 было, было круто. Сейчас ночуем там, когда тепло, в принципе, сейчас погодка вообще хорошая, бабье лето. Прям тепло, все равно хорошее, реально, как бы дождик будет, наверное, но это вообще не страшно. Зимний выезд в следующий раз выложу тоже. Алло, ну я буду плавать там искать, еще позвоню с воды, давай, я поехал, короче, я поворачиваю уже, вот, привет сюда. Ну что, хотел что-нибудь интересненькое поснимать, вечер уже начинается с приколов. Два часа дороги, я все уже, подъезжаю к парням, у них, короче, была лодка, и они не знают, где она сейчас, темнота, сейчас срочно к нам, я срочно езду, надуваю байдарку и буду ее искать по акватории. Я, конечно, надеюсь, что все будет хорошо, сейчас я ее там где-нибудь найду, прибитую в камышах, ну, у Дэна был достаточно такой голос напряженный. Вот такая ситуация, жесть, Дэна на измене, а я понимаю, что эта ситуация не поможет измене, надо быть спокойным, ну, тем более, это не моя лодка и не мой мотор, конечно, мне легче быть спокойным. Парни в шоке, я представляю, им это в сотен обошлось на двоих, если не больше, мотор 80, по-моему, и лодка около полташки. Нормально все будет, сейчас найдем. Все, собираю байдарку. Так, это все нормально, лодка в зоне видимости, пока парень ее видит, но ее жестко сносит, надо очень торопиться, хоть я снимаю, но я реально очень тороплюсь. Все, все, почти готово, сейчас буду на воде скоро. Быстренько, быстренько, парня нельзя подводить. Все, минута прошла, я так быстро еще никогда не собирал байдарку. Ну, все, готово. Поплыли. Сейчас, парняги, ай-май, ам-м, ам-м, не сыты. Парни думают, это и лодка, или камень, то, что они видят. Все, ничего нету, не вижу. Плыть дальше, в сторону Выборга остается. Ну, потом обратно, с другой стороны. Блин. Вот это приключение мне, это же на мне теперь все ответственность лежит. Плавать до упора, пока не найду. Пить охота, блин, даже не попил, кофе напился в дороге. Сушняк, блин, даже не помню, машину закрыл, по-моему, не закрыл даже машину. Перчатки не одел. Без них уже как-то так. Нормально, в принципе, но грести. Мне очень кайфово. Так, смотрим. Нету, ни хрена нету. Ветер поднялся. Жопа, короче. Я сам-то еле возвращаюсь, обратно меня уносят. Сейчас остается у меня одна идея, что мужики-рыбаки там... Может быть, с ними сейчас попросить сплавать. К мужикам подошел, блин. Они пока еще, ну, будут плавать ночью. Телефон оставлю, может, найдут. Вообще, с ним позвонят. Пока буду плавать, что уже час. Давно так не плавал, вернее, не раз здесь так не плавал по-жёсткому. Перчатки, блин, руки стерну, ладно. Еще волна ветер. Сложняет задачку. Как на море. Это я по ветру плыву. Обратно я не знаю, где будет. Офигеть, вон. До Плубки, до Выборка, блин. Нету нигде. Сейчас обратно вдоль берега. Еще фонарь садится. Ну, я знаю, как тут куда плыть. По луне можно определить. Там маяк есть. Вышка. Я так не потеряюсь. О, прикол, а. Парню, конечно, извините, что я это все доснимаю. Ну, блин, мне это не мешает поиску. Я очень надеюсь, что я все-таки ее найду. И будет история с счастливым концом. Чувствую, долго буду возвращаться. Сносят люто. Ну, плывет, плывет. Хорошо идет. Итак, как раз. О, камень, 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 камень. Нас забаву найти. Уже не так весело. Устал уже локти. Просто ломит. Не разогрелся, нифига поплыл. По лодке воды. Жопа вон мокрая уже. Против ветра. Фух, сейчас дал. Не знаю, сколько я плыл. Если был бы дубина, я бы тут уже давно бы окочуливался. Ноги окоченели уже, онемели. Руки онемели, ноги онемели. Все равно от воды, от ветра. Все, надо думать, что делать, блин. Нет, завтра с рассветом буду опять плавать. Походу. Что, 3 часа ночи сидим, пока рыбачим. Так вот я устроился. Надо скоро спать ложиться. А то, блин. Сейчас с рассветом поплыву дальше искать. Все время без 15.04. Скоро рассвет где-то в полседьмого. Или в полседнего, надо посмотреть. В общем, спать мне в 2-3 часа. В общем, чуть-чуть посплю, отдохну. И все-таки мы не оставляем надежды найти водку. Буду искать до упора. Все, покой ночи. Ну что, подъем? 6.30. Сейчас кофей-кури. Продолжим поиски. Надеюсь, нам повезет сегодня. Вы тоже надеетесь. Все, вперед. А все непонятно. Как лодка могла уйти? Ауди стояла. Вот на берег парня подтянули. Как она вышла туда, вот из камышей. Ее куда-то умотало. Ветер был в эту сторону. Сюда. Камыши дул. Вообще не врубаясь. Либо подрезали, конечно. Есть вероятность, что она не ушла. Ее просто кто-то умукнул. Сказал бы я по-русски, что сделали, но не буду. Все, я начал с того острова и туда ушел. Сейчас даже не знаю, туда сплавать. Но это я за паре сплыл. Ну что, устраиваемся поудобней. Походу я сегодня сделаю тот же маршрут, что сделал вчера. Но как раз поснимаю. Возможно будет отличное солнечное утро. Споры затянули. Спасик застегнули. И вперед. Тут пошли острова. У них, конечно, название ближний, дальний, что-то там средний. Но для нас это остров Банны. Вот напротив прям. Потому что я там свою первую баню забрал. Это остров Висячий. Ну тут это вот остров 1. Не помню название. А за ним Висячий. Потому что он Виссари называется. Вот на нем я день рождения своего как-то отмечал. Чувствую, придется на ту сторону сплавать. В идеале бы, конечно. Так вот туда к острову. Вот странная штука. Смотришь по волне, куда идет. Казалось бы, вектор понятен. Ну в сторону Выборга. Туда вот ближе, поправо смещается. Ох, ветерок опять поднимается. Куда-то дойду, а обратно. Ну, обратно тоже дойду. Че. Куда я денусь. Представим, что у меня поход. 10 километров маршрут. Собой из припасов. Термос чая. Полбутылки минералки. Литровой. И какая-то карамель. Ну что, не вписался я туда плыть, блин. Там расстояние такое же. Даже больше, чем я проплыл. Вот если в ту сторону. Обратно я вообще не знаю, где-то плылу тогда. А он нас сносит. Вот вчера я дошел вот так вот сюда. Офер погнул. К берегу причалил. И вот так до берега обратно пошел. А если туда внесло, там же, блин, там люди. Там жилое все. Там уже давно ее нашли. Отрадное там. Что-то еще. Жопа. Жопа. Объявление, наверное, в кассету-то. Так вот мир не без добрых людей. Ломал бы мне мужчины. Я собирался сам плыть по этим волнам. Я не знаю, как бы я доплыл бы на байдарке. Я бы точно куда-нибудь ушел бы. Хорошо, что я не рискнул. Здорово покатился. Сейчас мы в Выборге. Обошли, блин, такое расстояние. Сейчас время уже. Пол-десятого. Такая вот база. Сейчас еще меня повезет обратно, потому что, блин, мне уже не выгости. Там волна такая сильная. Заедем обратно. Здесь строится Росатомфлор. Еще есть надежда, что она сквозь камыш пробилась сюда. Где-нибудь у берега ее прибило. Ну, это последняя надежда. Прокачиваем навык. Никогда не сдавайся. Надо в любой даже, казалось бы, безвыходной ситуации, я считаю, упорствовать до последнего. Это было бы очень круто сейчас ее найти. Но у меня уже руки тоже опустились. Такие вот тут булыжнички кругом. Скала вон. Красота. Карелия почти. Мне здесь очень нравится. Готов ездить сюда постоянно. Шикарные места. Вся как в походе. Когда ты плывешь 8 часов, погода ненастная. В Карелии где-нибудь замерз весь. Просто задубел. Руки окоченели. Они мерзшие уже. Руки, ноги. Интересное чувство. Вспомнил я его. Незабываемое. Вот такой вот здесь камушек еще прикольный. Сейчас, может, тут где-то ее прибило. Это просто будет счастье. Я просто говорю, опа. И вот она. Вот она в кустах стоит. Бьется о камушки. Но нет, увы. В общем, путешествие отличное. Вот наш лагерь там. Вот я вот так вот шел, шел, шел. Возвращался ночью вот сюда. Ну, вот так вот я шел. И вот зашел вот здесь. К лысому камню. В общем, нету. Нету лодочки нашей больше походу. Парни, я сделал все, что мог. Реально, я очень расстроен. Может, по-моему, голосу это не скажет, но... Что теперь страдает, смысла нет. Все, поехал обратно в лагерь. Суббота, пол-одиннадцатого. Еще весь день отдыхать. Будем отдыхать. Что делать? Сергей Павлович поехал обратно. Возьмой ударку повыше. Дождь начался. Сергей Павлович зовут. Молодец. Выключил нас. Субтитры сделал DimaTorzok